Среди актуальных на рынке движений Самое впечатляющее, конечно, сейчас Это еще один мощный рывок наверх Золото и драгметаллов Которые, очевидным образом, обставляют сейчас всех конкурентов И растут они, кстати говоря, быстрее даже, чем фондовые площадки США Но вот немножко о причинах и о возможностях Здесь мы поговорим чуть позднее А пока все-таки об общем фоне недели Я говорил на выходных о двух факторах Которые могут препятствовать и тормозить рост фондовых площадок Это отсрочка истории со стимулами в Конгрессе США И аналогичная история, отсрочка момента, когда США и Китай, делегации Пообщаются тет-а-тет, онлайн, правда, но не суть По итогам полугода выполнения соглашения торговой сделки Так вот, то, что это совещание, намеченное на субботу, было отсрочено О причинах я в целом говорил Но думается, все-таки рынок воспринимает эту отсрочку как временную И как только что стороны дают друг другу шанс Как можно больше всего выполнить и максимально благословно оценить Соответственно, особенно для Трампа, это шанс представить все в максимально лучшем свете своим избирателям Потому что, конечно, он может немножко опасаться, что вот этот его условный трюф в виде заключения торговой сделки фазы 1 Он как бы давит необходимостью потом как-то объяснять, что да, вот Китай выполняет Китай действительно все делает На самом деле, китайцы действительно многое сделали И вот прям за последние пару недель очень видно по сообщениям, как они усиленно нагоняют К моменту, да, когда нужно отсчитаться И покупки сельхозпродуктов Там прям дополнительные идут Вот последние там сообщения сто с лишним тысяч тонн соевых бобов 20 миллионов баррелей нефти американской Очевидно, будут еще и по газу сообщения, еще какие-то В общем, все это мы увидим Поэтому, в общем, отсрочка для рынка как бы не сильно пугающий фактор Но при всем при этом появляются какие-то другие, да, истории Которые несколько омрачают американо-китайский фон Создают определенную напряженность, да Хотя все, в общем, на мой взгляд, все-таки понимают по большому счету Что это какие-то предвыборные штучки, да И что, в общем, это, наверное, не скажется впрямую, так уж на отношениях Ну, в общем, вот последние сообщения, да В понедельник Трамп пообещал создать 10 миллионов рабочих мест И не каким-то другим образом, а именно за счет налоговых льгот Для тех американских компаний, которые перенесут свое производство Из Китая на территорию США Ну, в частности, там идет о медицинских товарах речь Еще какие-то вещи Ну, и наоборот, да, Трамп, как бы, с другой стороны, кнутом Пообещал лишить последствий федеральных контрактов Тех компаний, которые на аутсорсинг передают свои вопросы в Китай Ну, в общем, это все, как бы, это называется на потребу публики Тем не менее, да, в сочетании со списком очередных ограничений В отношении Huawei В сочетании со словами, да, что вот они за нами шпионят Мы, значит, против них, мы их не пустим Разведданные другим странам, кто сотрудничает активно с Huawei Предоставлять не будем Это Европе в том числе, да, насколько можно понять Но, в общем, все это И одновременно тут же Трамп говорит, что Китай более чем соответствует соглашению первой фазы Все выполняет, покупает очень много сельхозпродуктов Советник его Питер Навару, в целом достаточно критично иногда Относящийся к сделке Говорит, что Китай абсолютно держит свое слово Основанное на эпической закупке сельхозтоваров из США Это он в интервью CNBC, по-моему, сказал На телевидении совершенно точно Такие фразы, они явно, да, телевизионные Уилл Бороос, да, человек, занимающийся непосредственно торговыми делами Министра торговли Тоже говорит, что контакты продолжаются на самых различных уровнях с Китаем Ну, то есть, в принципе, вот этот вот позитив, на мой взгляд, перевешивает, да И, собственно, вторая часть вот позитива, да Это все возможные статистические данные, которые выходили за последнее время По рыночным продажам, по заявкам безработицы Вот, частности, рыночные продажи по США вышли с превышением ожиданий Одна и целые девять десятых, если брать без учета автомобилей Меньше продали автомобилей Всего остального продали намного больше Ну и в конце недели, собственно, в конце недели Ближайшие интересные данные по США Это Мичиганский университет Значит, соответственно, вот там будет выходить Ну, тоже, скорее всего, хорошая статистика, вероятнее всего А, Мичиганский, извиняюсь, Мичиганский на прошлый день не вышел Филадельфия Ну, в общем, это подобного рода обычно данные Которые почти всегда выходят в периоды, когда ждут восстановления Лучше ожиданий Да, Мичиганский, извиняюсь, был в пятницу Ну и, в общем, из отчетов из других стран Если оценивать, отмечать Наверное, стоит смотреть индексы Наконец-то будут деловой активности, PMI по Европе И по промышленности данные, по сектору услуг Будут опубликованы в конце этой недели Соответственно, могут подстегнуть движение на Европейских рынках в первую очередь Потому что, в общем, по американским рынкам И так, несмотря на все те трени Упомянутые мной, США, Китай Подрастает и S&P 500, и Dow Jones И очередной рекорд с небольшим переписыванием верхов пока Но все равно установил и индекс NASDAQ Что касается все-таки основных, скажется, фигурантов Кто сейчас растет больше всего, да Это золото, которое еще недавно, буквально, вот Несколько дней назад снижалось до 1860 Мы как раз в этот момент практически с вами общались Обсуждали, что откат не более того Технически, в основном связанный с забором прибыли И с тем, что была пауза, когда покупать не было резонов Люди дожидались как раз вот этих вот вопросов И по стимулам, и по Китаю какой-то ясности Хотя бы приблизительной, да И смотрели, стоит ли какие-то покупки сейчас Разумеется, да, как бы ясности, в общем, с тех пор И не прибавилось, но котировки-то опустились ниже И многие-многие фонды сделали эти покупки Закинули уже золото выше 2000 Совершенно спокойно, да Кстати, Уоррен Баффет, небезызвестный, да Объявил, что покупает акции золотодорубывающих компаний Что, в общем, было его ошибкой не покупать раньше золото То есть, обращаю внимание, да Что, конечно, понятно, что не всегда владельцы фондов И такие, да, публичные личности Они вам все скажут вот так, как они делают на самом деле, да Вот, и как бы ошибиться может и все, да Но, тем не менее, на мой взгляд, сама история Что, несмотря на большой рост уже котировок Баффет считает, что покупать не поздно На мой взгляд, она, в общем, показательно вполне Ну, я не Уоррен Баффет, но, в общем, я придерживаюсь мнения Что золото, как минимум, протестирует уровень 2075 И, возможно, что эта волна вынесет котировки и выше Серебро, по серебру 30 и выше Думаю, тоже тест, как минимум, будет Потому что, насколько там оно сможет сходу выше потолкнуться, да Но даже платина, которая гораздо больше зависит от промышленного спроса Даже платина сейчас приподнимается И преодолела там свое четырехдневное сопротивление В районе 965 долларов по цене Движется куда-то в район там тысячи, как минимум Вот, соответственно, вот это вот мини-мини такой крах Такой спад недолгий, который был Я думаю, что рынок с полна им воспользовался И подтвердил существующий тренд Ну, а, собственно, по мотивам того, что и почему происходит Ну, главная все-таки причина, которая вызывает такие движения На мой взгляд, это все-таки раздутый баланс Федрезерва Там 7 триллионов долларов уже на балансе Там плюс-минус Колеблется он пока не сильно Потому что очень были резкие скачки Очень много было напечатано денег Ну, по сути, это же покупается на баланс Банды покупаются там Ипотечные облигации, все остальное Покупается же за напечатанные деньги Все понимают, да Но вот грядущие стимулы Плюс обещания самого Федрезерва поддерживать некоторый темп Заставляют рынки думать, что, конечно, баланс будет Еще выше ФРС Соответственно, деньги будут американские Еще сильнее разбавлены То есть, вот этот вот фактор, да Он разбавленного доллара должен прибавить бы в цене Многие активы Не только, так, металлы Но те активы, которые как-то больше Все-таки связаны с промышленным применением Я имею в виду, да, сырье, да, в основном Все-таки они более ограничены в росте, бывают А золото, как инструмент, который используется И для накопления, и для хеджирования портфелей Оно, конечно, активнее всего На дорожах в этой ситуации растет Причем Вот тот момент, когда соревнование как бы было Между доходностью по облигациям Когда-то давно, да Которые были дороже, еще там стоили больше 3% годовых И золотом, которое как бы формально не приносит доход Если не растет в цене, да, а облигации приносит Сейчас соревнования очевидны не в пользу облигаций Банды США колеблются там в области 0,6-0,7% годовых Незначительно, когда поднимаются эти доходности Там, скажем, к 0,7 и выше Незначительно снижается спрос на золото Но очень незаметно Я думаю, основной фактор, почему был вот этот вот Коррекционный обвал на прошлой неделе Не в этом заключался Сейчас доходности, соответственно, американских облигаций Еще и чуть-чуть припали, да Там, соответственно, тем более, да, как бы интерес пропадает Есть какие еще конкуренты? Есть конкуренты вот у облигаций американских премиумов золота Это Австралия Австралийские бумаги Здесь мы видим характерные, опять же, очень хорошие Для австралийского доллара и для австралийских бумаг Слова от Резервного банка Австралии Протокол он сегодня выпустил своего августовского заседания И сказал, что темпы падения внутренней экономики оказались не так сильны, как предполагалось ранее Соответственно, исключается необходимость какого-либо дальнейшего смягчения политики То есть дополнительных денег, грубо говоря, печать не будут Пакет мер, который принят, как написали коллеги из австралийского банка Сработал в целом, как ожидалось И на большей части территории страны шло вполне приемлемое восстановление Достаточно быстрое Соответственно, они говорят, что, конечно, оно может быть медленным Но при этом спад не такой глубокий А медленным оно может быть из-за внешних условий, внешней экономики И, собственно говоря, то, что там есть случаи в Стате Виктория В крупнейших городах Австралии Где тоже частичные были блокирования локдауна Локдауны из-за вируса Но в целом важно для рынков то, что австралийский банк оценивает события позитивнее, чем он думал до этого Важно то, что не будут дополнительно печатный станок задействовать И они поддерживают там целевую доходность по своим бандам Делают очень красивую для рынков краевую доходность Которая побуждает по ней ездить то более краткосрочные бумаги То более долгосрочные Покупать, перекладываться удобно достаточно из одних в другие Почему я об этом говорю в связи с золотом? Ну, собственно, с австралийским долларом понятно Австралийский доллар в связи с этим обновляет верхи снова И, очевидно, процесс пока будет набирать обороты и дальше Но ведь подорожание того же австралийского доллара относительно доллара США Это же опять знак обесценивания, собственно, американской валюты Которая тут же начинает проигрывать и золоту Похожий процесс, он идет по евро-доллару Где много желающих купить размещаемый еврокомиссией Заим под новую программу ЕС Там, соответственно, идет тоже И Европа не так сильно разбавляет деньгами Как Америка, собственно говоря, эмиссии не так сильно разбавляет евро Вот эти все факторы, которые приводят к удорожанию Несколько сразу резервных валют относительно доллара американского Он, конечно, весь этот набор факторов подхлёстывает тоже где-то к росту золота Вот, ну и, наверное, можно упомянуть Хотя я бы не делал акцент, что это прямо самое главное Но есть, знаете, очаг геополитической напряженности возник достаточно, ну, не скажу, что неожиданно Там долгие годы копилось Вокруг Кипра, где турецкие власти решили разрабатывать Начинать активно газовое месторождение Оно спорное, да, оно как бы непонятно чье Вот, и страны ЕС, естественно, защищают здесь Кипр как член Евросоюза Естественно, здесь идёт, вот, всё это, пока это было просто споры Это были споры Но вот сейчас там начинается нагнетание какое-то с военными судами То есть, там, Турция своё судно направила В ответ, значит, Греция вроде бы взялась помогать И Франция заявила, что она усиливает Она усиливает своё присутствие в Восточном Средиземноморье То есть, всё это как бы усиливает какие-то угрозы, возможные боевых столкновений Что, конечно, не является очень вероятным развитием событий Я думаю, что наименее вероятным Но, тем не менее, что называется, вот, geopolitical tensions, да, вот эта напряжённость Она тоже играет обычно где-то на золото А точнее говоря, она играет на тот актив Который в этот момент пользуется максимальным интересом для убежища, да И вот здесь как раз вот в конкуренции за убежище между долларом и какими-то другими резервными валютами и золотом Получается, вот, выигрывает не доллар Вот этот момент, когда тоже достаточно показательный Когда есть что-то, от чего убежать Вот, как видите, сейчас бегут, прямо сейчас бегут не в доллар Если действительно запахнет вдруг жареным, могут начать бежать и в доллар тоже В этом случае это может чуть ослабить движение там по золоту Чуть ослабить движение в валютных парах Которые могут не так расти относительно доллара Но на данный момент, да, рынки не рассматривают эту ситуацию до такой степени серьезно И готовы подбросить как можно выше именно цены на драгметаллы И не очень рассматривают идею, зачем им покупать американскую валюту Которые в перспективе не ожидают, что произойдет ее некое обесценивание В связи вот с печатным станком КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ